Главный признак всего живого – умение двигаться. Именно этот критерий отличает живое от неживого. Рыбы уверенно покоряют морские просторы, птицы оседлали ветер, а некоторые копытные и дикие кошки способны обогнать автомобили. Животные строят тоннели и умеют плавать в грунте. Совершают прыжки на головокружительной высоте и шагают по морскому дну. Им помогла природа, гениальный инженер и изобретатель. Чтобы разобраться, как наши соседи по планете научились так ловко прыгать, быстро бегать и высоко летать, надо понять их главный секрет – принцип движения. И сегодня мы увидим, как животные стремятся все выше и выше по вертикали. Для человека альпинизм – развлечение экстремальное. Мы называем себя царями природы, но взобраться на отвесную скалу или гладкий ствол дерева нам не по силам. По крайней мере, без специальных приспособлений. А некоторые животные даже не думают, что двигаться по вертикали опасно. Посмотрите на эту ящерицу. Она без всякого труда идет по совершенно гладкому стеклу, на котором даже зацепиться не за что. И при этом у нее нет когтей. Выглядит абсолютно фантастически. Как же ей это удается? Чтобы раскрыть секрет геккона, придется провести настоящее расследование. Мы разберем принцип движения пяти животных, которые живут в вертикальном мире, чей образ жизни для нас непривычен и непонятен. Чтобы раскрыть тайну обитателей вершин, нашему эксперту Олегу Шумакову пришлось отправиться в Дагестанский заповедник. Там, среди крутых скал и высокоствольных лесов, мы и выясним все секреты животных, которые стремятся все выше и выше. Все живое пребывает в движении. Сейчас мы находимся в самой южной точке России. Это Самурский лес. Он субтропический, хотя это и холодные северные субтропики. Вот, например, за моей спиной огромный тополь, который является в данном случае лесоформирующей породой. То есть это самые высокоствольные деревья. И по нему ползет плющ. Все это создает подходящие условия для жизни на поверхности стволов. Но условия эти крайне необычны. Необычны? Не смешите белку. Бегать по вертикальному стеклу, так как делает это геккон, она, конечно, не умеет. Но вы видели, как уверенно этот зверек буквально взлетает по отвесному стволу? У нее свои секреты. Кажется, что сила тяжести на белку совершенно не действует. На самом деле, конечно, действует. И чтобы научить белку преодолевать гравитацию, природе пришлось основательно поработать над пропорциями ее тела. Белка относится к отряду грызунов. То есть, по сути, родственница несимпатичной многим крысы. Но посмотрите, как отличаются их хвосты. Длинный и голый хвост крысы против роскошного пушистого хвоста белки. И это не прихоть, а высокоэффективный инструмент, предназначенный для выживания на высоте. Белка использует хвост как руль и даже способна планировать с его помощью. Оттолкнувшись от ствола и используя хвост, белка способна в прыжке преодолеть расстояние до 4 метров. А вот на поверхности земли белка совершает гораздо более короткие прыжки, не более 1 метра. Хвост выполняет и страховочные функции. Для легкой белки это настоящий парашют. Распушив хвост и упав даже с 30-ти метровой высоты, белка остается живой и невредимой. Но чтобы понять главный секрет, позволяющий ей уверенно чувствовать себя на вертикальных поверхностях, надо внимательнее взглянуть на лапу белки. Для того, чтобы экономить силы при движении по вертикальным поверхностям, нужно очень хорошо соединяться с этой поверхностью, по возможности не тратя на это сил. И первое, наверное, что пришло в голову маме природе – это когти. Потому что когда коготь загнут, твёрд и остр, он почти без усилия входит хотя бы в тонкий слой, например, поверхности ствола, и дальше не надо много сил тратить на то, чтобы держаться. И можно усилие посвятить движению вверх. У белки по пять пальцев на каждой конечности совсем как у нас. Но большой палец на передних лапах недоразвит и представлен небольшим бугорком. 18 развитых пальцев вооружены острыми коготками. Именно это главный инструмент для верхолазания. Когти белки невелики по размеру, всего около 5 миллиметров каждый, но чрезвычайно острые и крепкие. Ими зверёк цепляется за почти невидимые неровности коры, что позволяет ему взбираться по вертикальным стволам деревьев. Лапы белки очень чувствительны. За это отвечают вибрицы на подушечках передних лап. Примерно такие же есть у кошек. Но если кошкам они помогают улавливать вибрации почвы, то белки позволяют нащупать малейшие неровности на поверхности коры. У белок есть и ещё одно преимущество перед кошками. Наверняка вы видели, что кошка, взобравшись на дерево, не решается слезть с него. Её когти, направленные назад, не позволяют спуститься с дерева головой вперёд, а спускаться вслепую кошка не хочет. У белки такой проблемы нет. Во-первых, её лапы крепятся таким образом, что она может менять их положение на стволе дерева, надёжно цепляясь когтями. А во-вторых, выпуклые мозоли на подошвах служат прекрасным упором, обеспечивающим дополнительное сцепление со стволом. Цепкие когти, ловкие лапы и хвост парашют. Эти приспособления обеспечивают белке безбедную жизнь на вертикальной поверхности. Захотелось съесть орехов? Белка доберётся до них быстрее, чем любой наземный грызун. Да и хищников в вертикальном мире не так много, как на поверхности земли. Опасность для белки может представлять разве что куница да некоторые совы. Благодаря своим принципам движения белка решает многие проблемы. Удивлены тем, насколько хорошо приспособлены белки к движению ввысь? Вас ещё больше удивят козы. Если вам непонятно, что козы могут делать на вертикальных поверхностях, то совсем скоро мы ответим на этот вопрос. А пока что наш эксперт Олег Шумаков готов познакомить вас с ещё одним животным-верхолазом. Ящерицей, которая всё своё тело превратила в альпинистское снаряжение. Вертикальная среда обитания возникает не только в лесах, но и на скальных поверхностях. Вот нам кажется, что на такой поверхности жить совершенно невозможно. А на самом деле здесь обитает масса разных животных, и у всех у них есть какие-то приспособления для жизни на каменной вертикали. Действительно, на этой скале кажется, нет ничего живого. Вертикальная каменная стена, на которой даже растения закрепиться не могут. Но стоит присмотреться, как мы увидим приспокойно сидящую на отвесной поверхности ящерицу. А стоит сделать неосторожное движение, и ящерица без особых усилий бежит по скале и прячется в безопасную щель. Чтобы поймать такое резвое создание, нашему эксперту пришлось потрудиться. Но оно того стоило. Знакомьтесь, Кавказская Агама. Здесь, в горных степях восточного Дагестана, то тут, то там разбросаны каменные гряды, а иногда и вовсе останцы. И каждый из них стал домом для ящериц, которые называются Кавказские Агамы. И живут эти ящерицы вовсе не у подножья камней, как можно было бы подумать, а, собственно, на самих камнях, на их вертикальных поверхностях. Почему Агамы выбрали такое неудобное с нашей точки зрения место обитания? Это для нас оно неудобное, а у ящериц здесь и охотничьи угодья, и вертикальные пляжи для принятия солнечных ванн. Чтобы покорить вертикальный мир, Агаме пришлось овладеть совершенно уникальными принципами движения. Посмотрите, как природа усилила когти ящерицы. Это не крошечные беличьи когатки, а настоящие альпинистские крючья. И ничего странного в этом нет. Если белке приходится цепляться за выросты древесной коры, то Агама вынуждена бегать по скале и находить опору в микроскопических трещинах на ней. Этому способствуют очень развитые, очень цепкие когти вот здесь на лапах. Вот видно, что задняя лапа просто даже автоматически без желания животного к этими когтями цепляется за мои пальцы. Но одних когтей кавказской Агаме недостаточно. Вся поверхность ее тела это по сути специальное приспособление, которое позволяет зацепиться на абсолютно гладкой каменной стене. И оно же обеспечивает хитрой ящерице идеальную защиту. Вот смотрите, лапы, бедра, хвост и даже поверхность туловища, вот смотрите, спина, я веду по спине, у меня палец цепляется за шипы. Все это покрыто шипами. Сама Агама в случае опасности в своем убежище она раздувается и абсолютно заклинивается этими шипами в узкой щели. Достать ее в такой ситуации практически невозможно. Как вам Агама-альпинистка? Впечатляет? Но это до тех пор, пока вы не увидели лягушку, которая владела молекулярной физикой. С ней мы познакомим вас совсем скоро. А пока пришла пора увидеть кос-эквилибристов. Наверное, вы привыкли, что наши домашние козы обитатели равнин, мирно щеплют травку на ровных лугах и умеют разве что прыгать и бодаться. Как бы не так. Дикие предки наших коз и овец это обитатели гор. Посмотрите, как уверенно эти животные чувствуют себя на отвесных скалах. Они умудряются не только удерживаться на вертикальной поверхности, но и совершать головокружительные прыжки, отталкиваясь от нее. Вот только никаких когтей, как у Агам или Белок, природа им не выделила. Здесь другой секрет. И чтобы раскрыть его, нашему эксперту пришлось пообщаться с весьма строптивым козлом. Все живое пребывает в движении, особенно вот этот козел, с которым я пытаюсь общаться. Собственно говоря, я хотел рассказать о копытах. Это образование появлялось на протяжении развития млекопитающих несколько раз и имело разные структуры, но смысл его оставался в одном и том же. сократить площадь соприкосновения к конечности с почвой, но при этом сделать это соприкосновение как можно более жестким. И в ряду парнокопытных животных копыта сформировалась из наших третьего и четвертого пальцев. Если говорить непосредственно о козлах, то они обладают удивительными способностями к лазанию, хотя копыт, казалось бы, для этого вроде и не приспособлены. связано это уже с особенностью строения копыт именно у козлов. Что же влечет козу ввысь? А вот и ответ. Смотрите, эти козы залезли на деревья и, судя по всему, уверенно себя там чувствуют, преспокойно общипывают листья, до которых наземным травоядным не добраться. Тактика хитрая, но вот как именно копытным животным удалось добиться таких успехов в жизни на вертикали? Ну, вообще, это довольно интересный вопрос. Наверное, его можно переформулировать и спросить по-другому. Почему лошади не прыгают по горам? Потому что, когда речь идет о едином пальце, да, и, соответственно, одном копыте, то с ним довольно сложно оперировать с мелкими какими-то выступами. А для парно-копытных, у которых два пальца, которые могут рассоединяться и двигаться относительно друг друга, это достаточно удобно. Раздвигающиеся копыта выполняют ту же роль, что и шипы на альпинистских ботинках. Помогают зацепиться за малейшие трещины и неровности. Но это еще не весь инструментарий, выделенный природой горным копытным. Способность коз к лазанью связана со строением их копыта. В принципе, оно такое же, как и у прочих парнокопытных, анатомически, но вот внешние его структуры несколько отличаются. Вот эта часть копыта, внутренняя, мягкая, она окружена жестким ребром. Мягкая подушечка при попадании на самые мельчайшие неровности прогибается, а ребро, наоборот, врезается в свободное пространство. Это позволяет козлам, в том числе и горным, удерживаться на буквально вертикальных поверхностях. Довольно неожиданно. Эволюция превратила коз в успешных скалолазов, которые, благодаря уникальному строению копыта, находят на горных кручах пропитание и убежище от хищников. Но мы по-прежнему ждем встречи с тропическим гекконом, который умеет использовать слабые межмолекулярные силы только для того, чтобы жить на вертикальной поверхности. В чем же его секрет жизни на вертикале? Встречи с ним совсем скоро. Белки-древолазы, агамо-альпинисты и козы, обитающие на скалах, животные удивительны. Но настало время познакомиться с созданиями, которые ставят в тупик даже ученых. Ведь они используют физические законы, о которых даже современной науке стало известно не так давно. Наш эксперт Олег Шумаков уже готов представить вашему вниманию очередного жителя вершин. Правда, чтобы поймать его, Олегу пришлось забраться в болото. Решение, на первый взгляд, довольно странное. Все живое находится в движении. Сейчас из зимовок вышли квакши. Пока в основном самцы. Они спустились в водоемы и вот этим громогласным пением, которое заглушает сейчас все вокруг, приманивают самок. Вот мне попался подходящий экземпляр. Попробуем его поймать. Секрет ночной охоты на квакш в том, чтобы ослепить лягушку светом фонаря. Никакого вреда амфибии это не наносит. Животное все равно теряет бдительность и позволяет поймать себя. Ну вот, наш герой у нас в руках. Первое, что бросается в глаза, это ярко-зеленая окраска, позволяющая маскироваться в листьях, ну и в траве, и присоски на передних, да и задних лапах, которые позволяют лазить по вертикальным поверхностям, по листьям, по стволам, причем чем более гладкой будет эта поверхность, тем легче лягушки по ней будет перемещаться. Довольно трудно представить, как этот обитатель болот умудряется жить на вертикальных поверхностях, правда? Но давайте проверим его умения на практике, ведь вода это лишь временная среда обитания. Квакши живут здесь на стадии головастика, а во взрослом состоянии возвращаются в водоемы лишь на несколько недель, чтобы дать жизнь новому поколению лягушек. Их настоящий дом высоко над землей. Буквально только что мы столкнулись с водным этапом жизни квакш. А вот это основная среда ее обитания, деревья. То есть после откладывания икры эти лягушки уходят высоко в кроны и только иногда по вечерам или перед дождем можно услышать их голос. Давайте отпустим ее. Вот сейчас она тут же ушла в листву и стала практически невидимой. Кстати говоря, квакши не просто зеленые, они еще и умеют менять цвет от коричневого до светло-зеленого. Почему земноводные решили переселиться на деревья, понятно. В вертикальном мире пищи больше и риск попасться на обед хищнику меньше. Но в чем секрет квакш? Успешными покорителями высот квакшем и прочим древесным лягушкам позволила стать физическая сила, которая называется адгезия. Вы наверняка знаете, что если смочить присоску, то она прикрепится к поверхности гораздо прочнее, чем если оставить ее сухой. Это и есть частный пример адгезии. Уменьшение площади трения поверхности за счет увеличения площади сцепления двух тел. Такой же принцип используют и квакши. Как и у всех земноводных, их кожа пронизана протоками желез, которые выделяют вязкую жидкость. У большинства жаб и лягушек секрет кожных желез ядовит и выполняет защитную функцию. Но древесным амфибиям этого мало. Обратите внимание на лапы квакши. Они снабжены присосками. И для пущей надежности квакши увлажняет их кожным секретом. Теперь ей точно не грозит опасность сорваться с дерева. Но одними присосками квакши решила недовольствоваться. Для подстраховки она использует для закрепления на вертикальной поверхности все тело. То есть она удерживается на дереве или листе, прижимаясь к нему и горлом, и нижней стороной брюшка. Перебравшись из болот, эти амфибии обеспечили себе безбедное и безопасное существование. И вот настала очередь Геккона расстаться со своим секретом. Причины, по которым он перебрался жить в вертикальный мир, очевидны. Здесь угнаться за ним могут разве что некоторые змеи. Но что же позволяет ему удерживаться на совершенно гладком стекле? Он не только надежно висит на вертикальной поверхности, но и уверенно по ней шагает. Ученые заставляют ящерицу принимать участие в экспериментах, которые Геккону, судя по всему, не очень-то нравятся. Но ради науки ящерице приходится согласиться на испытания. Сейчас мы посмотрим, как Геккон может удерживать достаточно тяжелую стекляшку, масса которой 250 примерно грамм. А сам Геккон вот этот, ну, наверное, максимум не на одной лапке, но он может и на одной лапке. Давайте познакомимся с Гекконом экспериментатором поближе. Он уже в руках у нашего эксперта Олега Шумакова. Вот тот самый Геккон токи, который являлся основным объектом исследования здесь в лаборатории. Называется, кстати говоря, по-русски это обыкновенный Геккон, но согласитесь, что выглядит для простого человека не совсем обычно. Хотя в местах обитания своих Юго-Восточной Азии действительно обычный зверь очень хорошо живет в антропогенной среде, он освоил человеческое жилье как синантроп. И в некоторых странах, например, в королевстве Камбоджа считается священным животным, то есть дом, в котором не завелся токи, в общем, до тех пор, пока Геккон не появится, считается не очень пригодным для жизни. То есть это такой домовой. Священный в Камбодже Геккон в Москве объект пристального изучения, причем не только биологов, но и физиков. В чем же тайна Геккона токи? Что позволяет ему нарушать законы земного притяжения и чувствовать себя на вертикали так же комфортно, как вы на прогулке по проспекту? Когти? Использование неровностей или повышенное чувство равновесия? Нет, для Геккона это слишком просто. Геккон использует физический принцип, который называется силой Вандервальса. Правда, самому Йоханнесу Вандервальсу пришлось закончить Лейденский университет и отучиться в магистратуре, чтобы понять, что это за силы. А Геккон пользуется ими, даже не окончив начальной школы. Секрет в его лапах. Видите эти тонкие щетинки на пальцах? Они называются ламели. Долгое время ученые полагали, что Геккон просто опирается ими в неровности вертикальной поверхности и марширует по ней. Но все гораздо сложнее. Ведь на стекле, на котором сидел наш токе, нет и малейших неровностей. Для того, чтобы раскрыть секрет Геккона, ученым пришлось заглянуть в микроскоп, позволяющий увидеть объекты размером с молекулы. Только тогда выяснилось, что волоски на лапах Геккона гораздо тоньше, чем кажутся. Выяснилось, что каждый волосок на лапке раздваивается на конце, а потом еще раз и еще раз. Самые последние волоски имеют молекулярную толщину. Между ними и поверхностью возникает притяжение, то есть молекулы Гекконьих лап напрямую притягиваются к молекулам стекла. Такой вот трюк из меры физики. Но как же хитрый Геккон сам преодолевает это притяжение? Ведь чтобы разорвать его, нужно приложить невероятную силу. Ответ прост. Он всего лишь подгибает пальцы вверх и рвет связи с молекулами одна за другой. Удивительно. Чтобы понять принцип движения, который Гекконы используют миллионы лет, пришлось заглянуть в микроскоп и призвать на помощь молекулярную физику. Но природа лишний раз доказала, что нам есть чему у нее поучиться. Это признают и сами ученые. Возможно, устройство лап Гекконов поможет нам освоить космос. Это открывает моделирование и техническое воплощение вот этих механизмов, которые есть у Гекконов, открывает очень широкие перспективы для технических приложений. То есть такая адгезия, она может работать, скажем, в безвоздушном пространстве или, скажем, там, где высокие температуры, где, скажем, нельзя использовать те же самые капиллярные силы, там просто влага испарится. Там, где нельзя присоски, например, использовать. Приспособления для передвижения, которыми эволюция наделила животных, способны удивить и восхитить. Технологические решения, которые разработала природа, иногда обгоняют самые революционные разработки современных ученых и могут научить нас чему-то новому и неожиданному. Мы продолжим знакомить вас с принципами движения наших соседей по планете. У природы еще много нераскрытых тайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова